Добрый день, дорогие подписчики ВНМД! Сегодня с вами снова я, самим леди густанового зала ВНМД, Денис Сержант. И сегодня мне бы хотелось обсудить новинки последнего года молдавского виноделия. Молдавское виноделие растет, несмотря ни на что. И в своей бездате конкуренции каждый винодел хочет выделиться, удивить нас своими новинками. Сегодня я хочу рассказать про пару новинок, которые лично мне по душе и которые точно не заставят вас разочаровываться. Начнем сегодня с Ильи Гогу и его прекрасных вин. Значит, первое, что я хотел бы вам показать, это метафора Алта. У нас есть метафора от Гогу, теперь у него есть еще метафора Алта. Метафора был ассамбляшеска Барнеса Виньона, Саперави и Мерло. Здесь чуть-чуть по-другому. Вместо Мерло он решил добавить наш молдавский автохтон, Петяц Кониагра. В результате чего вино получилось, я бы сказал, менее классическое, чуть-чуть более пряное и чуть-чуть более мягкое. То есть, если вам по душе именно такой стиль, я бы сказал, что это новый свет из Молдовы. Вы, пожалуйста, обращайтесь к Ильи Гогу, обращайтесь к нам и покупайте это замечательное вино от Ильи Гогу. Также Ильи Гогу в этом году выпустил линейку под названием Инстинкт, где он выпустил три вида ординарных, моносортовых, из трех разных сортов. Это самые популярные, самые известные французские сорта винограда, Кабарне Савиньон и Мерло и Пиноуар. Что замечательно, то есть, мы можем прямо пойти на часть Пиноуара, к самому легкотелу, выпить потом Мерло, который будет чуть-чуть потяжелее, и после этого зашифовать все Кабарне Савиньоном, который будет плотный, яркий, табачный, насыщенный. Замечательные вино от Ильи Гогу, так сказать, классические, классные, поэтому приходите, пробуйте. Далее Ильи Гогу решил нас удивить еще новым розе из молдавского сорта, селекционного, выведенного в советское время под названием Ледженда розе. По сути, это такой сорт винограда, как Виорика, Флоричика, он был выведен в советское время, очень яркая, очень даже в какой-то степени приторная розе. Кто любит вот именно такой стиль, очень советую попробовать. Далее мы перейдем к Рамамерчеште. В этом году именно новинкой, новым сортом винограда, который появился у него, новое вино из сорта, это Виорика. Виорика набирает обороты просто, как сказать, полным ходом в Молдове. Каждый винодел пытается сделать уже свою Виорику, удивить своей Виорикой. Виорика очень яркая, очень пахучая, очень цветочная. По душе всем, кто любит яркие белые летние вина. Вот, и как бы вот эта вот Виорика сделана в стиле Крама Мерчеште, она более сдержанная, более минеральная, что по сути для меня лично является достоинством, а не недостатком этого вина. Кто любит новое, кто хочет увидеть новое прочтение Виорики, пожалуйста, покупайте Виорику от Крама Мерчеште. Теперь бы мне хотелось перейти к винам от Эчетера. Эчетера тоже, как всегда, нас удивляет. До этого она меня удивила, они меня удивили карминером. Единственное, карминером в Молдове, теперь единственное, алборосом в Молдове. Представляете, вот есть такой сорт винограда. Наверное, многие о нем не слышали, я тоже об этом не слышал, пока о нем не слышал, пока не появилось такое вино от Четера. Это итальянский сорт винограда, селекционный, выведенный в 1938 году. Венета, это регион на севере Италии, где делают элегантные итальянские вина. Самых два известных сорта винограда, Венета, это Нибиола, более, так скажем, элегантный, снобский. И есть Барбера для простых людей, более демократичная, но при этом не менее достойная. Так вот, значит, вывели этот сорт в 1938 году, думали, что слили вот этих два основных красных сорта винограда из Венета, Барбера и Нибиола. Но оказалось, сделали ДНК в 2009 году и выяснилось, что там вместо Нибиола старый французский сорт винограда под названием Шат. Вот такое вот вино, выведенное из французского и итальянского сорта винограда в регионе Венета. Теперь посадили, Эчеттера посадили виноградники у себя и делают. Албороса у нас в Молдове. Очень, я бы сказал, такое лакричное, черничное вино. Кому нравятся такие вина, пожалуйста, пробуйте, совершенно замечательное. Ну и, конечно, я не могу пропустить Naughty Girls от Эчеттера. Это Фиме Бланца, в нем бланы с бочки. Ребята, ну, честно говоря, если вы хотите очутиться в тропиках, но бюджет вам не позволяет или время, то вы можете просто открыть бутылку этой замечательной Эчеттеры и увидите тропики вот прямо вот здесь, а потом у вас в бокале. Ну и, конечно, куда нам без оранжей? Тренд не оставляет Молдову тоже в стороне. Виноделы начинают делать в Молдове чащие оранжевые вина. И вот Хоутор выпустил два своих первых оранжа. Это два оранжа из двух сортов. Один из рислинга, а другой из траминера. Очень абрикосовые, очень яркие, очень оранжевые, очень солнечные. Пожалуйста, пробуйте, проходите к нам, покупайте. Кому интересны оранжи, интересны разные прочтения оранжи, теперь можете его прочитать и у Хоутора. Очень мне нравится вина от Баху Вин. Нравится, как ребята начали делать. Сразу, как бы, о себе заявили громко. По моему мнению, сразу начали делать достойные яркие вина. У них много новинок. Но я пиногриджу я бы хотел выделить из бочки. Потому что в Молдове пиногриджу из бочки. Да и, в принципе, бочковые белые вина – это редкость. А тем более пиногриджу – большая редкость. Очень интересно попробовать. Очень классное, достойное вино появилось. И кабарне фран. Тоже сорт винограда не очень популярный. Я считаю, что недостойно его многие виноделы оставляют в стороне. Но вот Баху Вин, видимо, что-то понимает в этом. И вот решили сделать вот такой вот легкий кабарне фран. Элегантный, нетипичный для Молдовы. Всего 13,5 градусов. Всего 6 месяцев в бочке. Такое легкое, цветочное, красное вино. Кто любит такие стили, пожалуйста, пробуйте кабарне фран от Баху Вин. Ну и в конце бы хотелось бы еще выделить Ату Вайнери. Их новым вином – Оскресари Пердуте. Это вино, выполненное, точнее сделанное из сорта винограда под названием Кодринский. Вот такое вот затерянное письмо из Молдовы, если дословно переводить название этого вина на русский язык. Затерянное, потому что Кодринский – это сорт винограда, о котором сейчас многие виноделы забыли. Но Ату Вайнери вспомнили. И теперь они его реабилитируют. И он очень интересен, на самом деле. Это тоже селекционный сорт винограда. Но выведенный из двух благородных сортов винограда – кабарне савиньон и молдавского автохтона рара нягры. Получилось очень мягкое, очень округлое, очень ровное вино из бочки. Поэтому рекомендую вам обязательно попробовать, если вы ищете что-нибудь интересненькое. Спасибо за просмотр, дорогие подписчики Вайнэндэ. Обращайтесь к нам по любым вопросам. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока, счастливо, всем хороших вин.